Приветствую вас! Вы аноним, то есть я не могу посмотреть на историю ваших вопросов. Вот, то есть непонятно, задавали вы вопрос раньше или нет. Непонятно, общались ли вы с психологами или нет. Разве. Но, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы аноним, я буду делать как акцент на том, что ранее вы не обращались к психологу. Итак, вы пишете о том, что вы не можете вместе и не можем друг другом. То есть тут вот не очень понятно. Не можем вместе и не можем друг другом. Наверное, вы хотели сказать, что вы не можете вместе и не можете друг другом. Вот так, наверное, обстоят дела. То есть когда вы вместе, вам плохо. Когда вы не вместе, вам, я полагаю, тоже плохо. Тоже не по себе. Вот. Соответственно. Значит. Во-первых, кто мы? Это первое. То есть. Кто мы конкретно? То есть. Почему вы говорите мы? Почему? Почему вы не говорите, например, я? Да? То есть. Я не могу, допустим, без партнера своего. Я не могу, допустим, с партнером. То есть мы все время ссоримся. Вот. То есть зачем вы говорите мы? Знаете, вот вся тонкость, она в том, что когда человек говорит «мы» вместо «я», это всегда свидетельствует о сознательном или подсознательном стремлении, желании человека избежать ответственности. Вы не хотите говорить за себя. Вы говорите именно за вас обоих. Что с точки зрения, опять же, психологии является более простым действием, но от этого не менее правильным и не менее позитивным для вас. поэтому вначале я бы хотел, чтобы вы для себя, сами для себя определили бы лично у вас, как происходит ситуация, лично вы, как воспринимаете себя, своего партнера и так дальше. вот именно лично вы, как это все воспринимается. Это важный момент. Опять же, почему важно? Потому что мы говорим исключительно про вас, мы можем говорить исключительно про вас, и мы не можем говорить про, ну, например, других. Да, то есть мы не можем говорить, например, про вашего партнера, допустим. Да, мы не можем говорить про другого человека. Это первое. То есть первый момент – это принятие личной ответственности. то есть, грубо говоря, решение, решение, я. Решение, что я, там, например, должна или должен, да, у вас тут не понятно, кто именно задаёт вопрос, значит, я должен или должна принять какое-то решение относительно вот той ситуации сама. для себя, не для других, да, именно для себя только. Это моё решение для меня. Понимаете? Вот это, пожалуй, самое важное. Далее. Если вы действительно говорите в том контексте, что, ну, что вы не можете вместе быть и не можете друг без друга быть, то это, ну, на лицо имеет место быть созависимость. То есть ваши отношения, они созависимые. В том плане созависимые, что каждый из вас зависим друг от друга. Ну, это вот такой аспект зависимость. Зависимость друг от друга – это, к сожалению, да, нормально. То есть от этого, это часто бывает. Такая история, такая ситуация, вот, часто она получается, к сожалению. Поэтому эту историю, её нужно, в общем-то, увидеть именно со своей стороны. То есть что это происходит именно с вами. И именно с вами в этом направлении работать. То есть работать не с вашим партнёром, а именно с вами. Понимаете? Проблематика, проблематика, она ваша. Созависимость, если она есть, да, она тоже ваша. Понимаете? И именно вы по какой-то причине стали, как бы это сказать, для вас стало возможным эта созависимость. То есть она для вас стала реальностью. Понимаете? И у этого, у этой реальности есть свои причины. Как правило, зависимость любовная, у вас она именно такая, ну, условно-любовная зависимость, происходит от ряда причин. Да? То есть это первая причина – это потребность в любви. Вторая причина – это ревность, которая, в принципе, является разновидностью первой причины, но только имеющей более глубокие корни, более глубокие основания. Да? То есть это может быть страх одиночества, это может быть недостаточная значимость. То есть человек не чувствует себя значимым в должной степени. это потребность в контроле, как средство реализации, значит, безопасности и так далее. То есть вариантов, вариантов именно вот, вариантов как бы условий для развития ревности очень много. Ну и зависимость может быть связана с эффектом родительских отношений, когда люди, например, воспринимают своего партнера как проект, как образ, ну такой образ не всегда явный, не всегда ясный, но образ своего родителя. Такое бывает. Это, в общем и целом, также нормально, это случается, вот. И в этом контексте, опять же, это нужно выявить, и вот этот вот комочек, да, комочек, наложение одних желаний на других, одних потребностей на другие. Наложение потребностей на, ну, скажем так, на средства их удовлетворения, на поведение, наложение детского состояния на взрослое состояние. Это следует распутать и отграничить. Там есть множество разных методик и подходов для этого. Далее. Понимаете, в чём дело? К вопросу о компромиссах. Компромисс – это взрослое решение. Компромисс – это всегда, всегда решение взрослого человека. То есть я, грубо говоря, иду на компромисс, да, там, ну, для чего-то. Я иду на компромисс, там, ну, с какой-то целью. С какой-то целью я иду на компромисс. Но на компромисс идёт, как правило, взрослый. На компромисс не идёт ребёнок, потому что его желание находится вообще в совсем другой сфере в этот момент. Поэтому сколько бы вы компромиссов не ставили, не строили, к какому бы количеству компромиссов вы бы не приходили, результатов не будет. Потому что у каждого из вас есть свои желания, и эти желания вы пытаетесь удовлетворить. Это нормально, то, что вы пытаетесь это сделать. Но не совсем нормально, не совсем нормально только то, что вы пытаетесь сделать это, не видя того, что именно вы пытаетесь сделать. Об этом говорил, правда, косвенно мой коллега, который вам отвечал последним на момент записи моего ответа. И, соответственно, именно в этом ключе и нужно вам двигаться, в этом ключе вам и нужно работать. Что делать? Для начала вам, как человеку, который задал вопрос, стоит обратиться к психологу самостоятельно для прояснения картины, хотя бы общую. Вы при необходимости можете поставить в известность своего партнера о том, что вы это сделали и при необходимости также пригласить их партнера к тому, чтобы он вместе с вами поработал с тем же психологом. Это то, что вы можете сделать. Объективно. То и единственное, что вы можете сделать. Можете почитать литературу, например, созависимости, можете почитать про треугольник Карпмана и можете почитать про игры супругов. Так и называют супружеские психологические игры. Вот. Почитайте об этом. Я полагаю, что вам это будет в любом случае полезно. Ну, то есть вот так, как это есть. Это то, что вы можете сделать сами. То есть именно об этом я вам рекомендую почитать. Не про то, как отношения строить, не про мужскую психологию, женскую психологию в зависимости от того, кто вы и какого типа у вас отношения. То есть все это обязательно нужно разбирать уже непосредственно с психологом. Об этом читать не стоит. А вот про проблематику, про ситуации, которые заставляют вас испытывать вот этот стресс, вот про это почитать можно и нужно, на мой взгляд. Вот так. Так можно ответить вам на вопрос, на ваш... Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я... Извиняюсь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я... from контакты cz مل